Привет! Меня зовут Иван. Сегодня покажу вам кокосовый капкейк с банановым центром и кокосовым сорбетом. Кокосовый сорбет делаю из оставшегося кокосового молока от капкейка. Кокосовое молоко, сок лайма, кокосовый ром, например, малибу и сахарную пудру перемешиваю до однородности. Кокосовый сорбет получается такой с экзотическим вкусом и кислинкой. Переливаю в плоскую форму и ставлю в морозилку на 30 минут. Перемешиваю и ставлю в морозилку еще на 30 минут. И снова перемешиваю и снова в морозилку на 30 минут. Перемешиваю, собирая со стен формы образовавшейся кристаллы льда. Ставлю в морозилку на 30 минут. Быстро и тщательно перемешиваю в морозилку на 8 часов или всю ночь. Банановый центр это бананово-карамельный соус, который получается сладким, но очень вкусным. Как самостоятельный продукт его много не съешь, но вместе с кислым сочетание идеально. В ковшике смешиваю воду и сахар. Ставлю на средний огонь. Перемешиваю, пока сахар не растворится. Варю до цвета светлой карамели. Тем временем подготовлю бананы. Бананы чищу, нарезаю. Поливаю лимонным соком, чтобы не потемнели. У меня карамель вышла чуть темнее. Выключить огонь. Добавить к карамели бананы с лимонным соком, сметану, ром и молоко. Включить огонь и дать повариться 20 минут на среднем огне. Аккуратно перемешивайте, чтобы не обжечься. Выключить огонь. В блендере перемолоть до однородной массы. Около 1 минуты. Процедить через сито. Бананово-карамельный соус готов. Теперь печем кексики. Подготавливаю форму для маффинов. Если у вас нет формы для маффинов, то этот десерт можно сделать в виде торта. Будет ничуть не хуже. Мягкое сливочное масло. Сахар. Ванильный экстракт. И кокосовый экстракт взбиваем сюда пышной и светлой массы. Это займет около 10 минут. Тем временем отмеряю пшеничную муку. Простите, добавьте кокосовую стружку после просеивания. Я забыл снять ролик об этом. Разрыхлитель и соль. Все просеиваю. Примерно после 5 минут взбивания я соскребаю со стенок чаши миксера масляную массу и продолжаю взбивать. Еще отделяю желток от белка. Желток в этом тесте не понадобится. Добавляю белок. Перемешиваю до однородности. Добавляю муку и кокосовое молоко поочередно. В два приема. Перемешиваю до однородности. Распределяю тесто по форме и выпекаю при 170 градусах 25-30 минут. Проверяю готовность зубочисткой. Осталось взбить сливки. Капкейк и взбитые сливки делают его воздушным облаком. В дополнение с кокосовым сорбетом и банановым соусом, как будто оказываешься в Карибском бассейне, где плывешь по волнам, ветер щекочет пятки и доносятся портариканские мотивы. Это очень красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Можно собирать десерт. В капкейке вырезаю серединку вырубкой. Вы можете ножиком вырезать круг, а потом ложкой помочь достать сердцевину. Заливаю банановый соус, закрываю крошечкой от кекса. Распределяю взбитые сливки. Аккуратничать не надо. Мы расслаблены, мы плывем по волнам и просто готовим в удовольствие. А вы танцуете, когда готовите? По бокам крема посыпаю кокосовой стружкой. Столовую ложку веду по сорбету от края формы до края формы. Получается загогулина. И сверху немного бананового соуса. Кокосовый капкейк с банановым центром и кокосовым сорбетом готов. Пробуйте. Надеюсь вам понравилось видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok